Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 мая и вот когда уже все томаты у меня высажены, когда я уже хожу по дорожкам, показываю вам, и вы видите как они, ну как, и расстояние дорожек, и схема посадок пришло время, то есть наступил тот подходящий момент, когда уже все видимо, и когда можно поговорить о схеме посадки по два томата в одну группу. И когда весной, и когда зимой я об этом говорила, и когда весной, было много-много вопросов, особенно в комментариях пишут, что зачем это делать, какие там выгоды, какие преимущества. Я вот сейчас села, чтобы спокойно все по полочкам разложить и рассказать, какие плюсы, какие минусы, кто может воспользоваться этим методом, кому лучше не высаживать, так сразу говорю, что есть и минусы у этого метода и способа. Расскажу, почему я подсела на этот способ, узнав о нем много-много лет назад из журнала, до сих пор благодарю ту женщину, которая написала вот эту небольшую заметочку, поделилась со всеми, раньше интернета не было, я прочитала в журнале, не побоялась, попробовала, и теперь говорю спасибо. Спасибо, милая женщина, мне так понравился этот способ. Вот с моим крошечным участком в 6 соток, и с моими такими желаниями наполеоновскими вырастить много-много томатов, это идеальный вариант, но начну, все по порядку. И слава богу, что здесь сетка притеняющая, сейчас про перец снимала, я вся слепла, я буквально ничего не вижу, у нас такие солнечные яркие дни, вот сейчас с утра пораньше все вам сниму, расскажу, а потом уже будем скрываться от жары. Вот два томата в одну лунку. Я уже весной говорила, что тот, кто высаживает, например, 50 или 60 томатов вот в такую же теплицу, 3 на 4, для них шок это количество, когда вот нынче я сказала, что высадила сюда 146 томатов. Люди в шоке, как можно высадить столько томатов в такую теплицу, они же все как-то загустятся, они же не вырастут, урожай упадет. Негативных отзывов вот на такое большое количество, на уплотненную схему посадки очень много. Но уже много людей, которые еще 2 года назад или 3 года назад, когда я писала в Одноклассниках, когда я выкладывала фото, кто повторил и кому этот метод подошел. Поэтому я сейчас скажу вам так, как всегда, мы все разделимся сейчас на 2 группы. Кому-то этот метод подошел, и он прям счастлив, как я, что ему кто-то подсказал, а кому-то этот метод не подходит. И вот он чисто психологический человек, не готов высаживать такое количество томатов, или он по работе своей не может их обработать, все. Начинаем. Какие плюсы вижу я? Ну, во-первых, начала я, конечно, из-за экономии места. На 6 сотках вырастить невозможно все, если учесть, что я выращиваю морковь, свеклу, лук, ну, так же, как и все, все эту зеленушку, салаты, огурцы, немножко баклажанов, кабачки. И помидор хочется вырастить много-много-много. Я начала так высаживать, некоторые говорят, ну, это потому, что ей на продажу надо впихнуть побольше. Я сразу скажу, что томатами я не торгую, и начала так высаживать еще тогда, когда вообще ни о каких семенах речи не шло, просто для себя. Просто хотелось побольше вырастить томатов, и самое главное, больше разных сортов. Потому что, когда выращиваешь всего 100 штук, там не разгонишься. А вот я и здесь выращиваю, и на улице. Но сразу скажу, что это не единственная вот такая уплотненная схема посадки, которой я пользуюсь. На улице у меня есть и по одному томату, где позволяет место, и где я могу их немного раздвинуть, я, конечно, разбегаю. А здесь, в теплице, так как здесь все-таки идеальные условия, комфортные условия, тут можно получить урожай пораньше. И вот эту теплицу для получения раннего урожая, конечно, я загружаю полностью. Опять же говорю, что есть люди, которые хотят только индетерминантные в теплице выращивать. Я к этому числу не принадлежу, у меня половина теплицы низкорослые, вот эти коротышки толстоногие мои, Демидов, Настенька, Клуша, госпожа Удача, а половина индетерминантных. И за счет внедрения сюда вот этих вот компактных штамповых сортов, конечно, количество томатов увеличивается. Еще они у меня по две в лунку, и поэтому получается 146 штук. Звучит это угрожающе, но вы ходили со мной по дорожкам, где я говорила, что я могу и проползти, и пройти, и хоть как катайся, хоть на велосипеде. Место позволяет. Так, вот я начала, что у меня мой единственный плюс, самый главный, это экономия места. Потом, конечно, это экономия палочек, это экономия подвязок, одна палочка на две штуки, это все равно проще, одна подвязка на два томата, это тоже проще, одна лунка на два томата, когда не было капельного полива, поливать тоже проще. Я вот раз, 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 или я бы полила тут 100 лунок, или у меня их всего 70, 140 лунок или 70. Это вот простота в уходе, да. Потом пошли у нас минусы. Минус в чем? Если вы занятый огородник, такой работающий, или если просто вы не хотите много времени своего жизни тратить на растения, на уход за растениями, тогда, конечно, вам этот метод не подойдет, потому что нужен тщательный уход. При таком загущенном посеве, конечно, у них конкуренция огромная. Они стараются друг на друга листья вот так наложить, свет, дайте мне свет, а нет, дайте мне. Нужно вовремя и нижние листья обрезать, и чтобы было проветривание, и средние ярусы нужно, как это, загущение убирать, разреживать. И фрагментарно листы обрезаю, чаще посынковать, потому что их больше. Ясно, что они раз-раз-раз и нарастают. Поэтому, если у вас времени мало, сразу откажитесь от этого метода. Уплотненная посадка только для тех, у кого много времени, у кого есть желание, и у кого есть вот, ну как, я не могу сказать, любовь такая к растениям, у кого есть вот такая вот забота о растениях, он не пройдет никогда мимо, когда видит, что загустилось или что-то. Это тоже нужно, если у вас такое немножко, ну как, пренебрежительное отношение к растениям, то этот метод, он вас, как сказать, они растения вас задавят тут, они тут все переплетутся, и вы, конечно, разочаруетесь, это нужно только, чтобы человек именно был направлен на это, чтобы он ходил и смотрел хотя бы два раза в неделю, густо вам, не густо, хорошо ли вам, мои хорошие, вот с таким отношением. Тогда этот метод вас выручит. А про урожайность, вот многие пишут, что при высадке два томата в одну лунку урожайность резко снижается. Я бы не сказала, урожайность снижается от плохого ухода, например, от плохих погодных условий, от того, что не хватает им, например, от бедного грунта, ну никак не от двух томатов в одну лунку. Им, в принципе, разницы нет. Или я их высадила вот рядом через 10-15 сантиметров, или я их высажу через 30 сантиметров. Они корни распускают на большое расстояние, вы видели, наверное, осенью, начинаешь выдирать. Он же не только в этом месте подсасывает питательные вещества, он и под дорожки везде распускает, корни и все. Если грунт богатый, если грунт заправленный, если вы следите за состоянием своих растений, делаете какие-то подкормки там поддерживающие, урожайность не падает нисколько. И многие, кто только начал, не я сама, вот они пишут, что я получаю столько томатов при этой приуплотненной посадке, что действительно больше почти в два раза. Ну пусть не в два раза, пусть в полтора раза, но все равно больше. И тут такой, вот эти споры, они не утихают очень долго. Садить, высаживать ли так густо или не высаживать. И я говорю, что я никого не призываю, например, делайте именно так, как я. Я всегда говорю, что если вас заинтересовал этот метод, попробуйте. Вдруг он станет вашим любимым, вдруг вы только так потом будете высаживать. Вот вы повторите, например, мою историю, узнав о этом методе и попробовав один-два раза, я теперь другой мне уже не нужен. Вот все, только парно, только два томата в одну лунку. Они у меня так паронии сидят, они уже привыкли к этому. И мне кажется, это так удобно. Вот когда их подтягиваешь к одному полу, такие широкие дорожки. Столько много места, 146 штук, но незаметно их, что здесь их столько много. Вот посмотрите видео мои, например, о поливе, о посынковании, когда я показываю эти дорожки, там видно, что всем хватает места. Поэтому выбирать только вам, рискнете вы так густо высаживать или нет. Вы сразу подумайте, просчитайте все свои возможности. Сможете ли вы пропадать в теплице, вот, например, летом, когда люди нормальные едут отдыхать, лежат, например, там у речки, где-то загорают. А нам в это время нужно следить за этими сладкими парочками, чтобы они не разрастались, чтобы они не загущались. Готовы ли вы посвятить свою часть жизни вот этим томатам? Если готовы, то это ваш метод. Если они для вас не очень важны, то лучше высаживать пореже. Тогда и уход попроще, и вы ничего не потеряете. Возможно, вам и не нужно столько томатов, если у вас огромный огород. Я вот сразу скажу, я рождена в деревне, и никогда в деревне раньше по два томата в одну лунку не высаживали. Но в чем разница? У нас было 15 соток, вот этот огромнейший огород, где можно и томаты, и арбузы было высаживать. А у меня всего 6. А хочется вырастить все. Вот поэтому думайте сами. Но метод неплохой. И даже один раз на пробу попробовать несколько штук посадить, я бы вам советовала. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Как всегда, все подробно, все так нудно, как некоторые не любят. Но вот коротко говорить не умею. Все, желаю вам успеха. Желаю попробовать разные методы, разные способы. Огород – это такой полет фантазии. Может, вы придумаете какой-то свой. Желаю всем полюбить эти растения так, что захотеть посадить и по два, и по четыре. Даже некоторые высаживают по четыре. В одну эту, как сказать, в компашку. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok